В заседании началось ходатайство, которое заявил представитель следствия. Расследование уголовного дела не окончено, поэтому срок пребывания ректора Рязанского госуниверситета Андрея Минаева предложено продлить еще на месяц. Прокуратура Советского района это ходатайство поддержала, а вот защита снова настаивала на подписке о невыезде. Доводы те же, что и несколько месяцев назад. Андрею Минаеву необходима медицинская помощь, он хочет вернуться на работу, потому что заканчиваются средства для существования. К тому же за последний месяц его пребывания под домашним арестом, по словам Андрея Минаева, было проведено всего две очные ставки. Шла речь о возможном перепредъявлении обвинения, но пока этого не произошло. Защита считает, что следствие затягивает дело и даже писало жалобы в прокуратуру. Тем не менее, в ходе заседания никаких документов, подтверждающих, что Андрею Минаеву необходима срочная госпитализация, представлено не было, поэтому суд удовлетворил ходатайство. Андрей Минаев еще на месяц останется под домашним арестом. Мы полагаем, что данные ходатайства обоснованы и подтверждаются представленными документами, которые были исследованы в суде. Никаких документов, подтверждающих срочную госпитализацию Минаева, либо изменение мероприятия на более мягкую, не представлено в суде. Напомню, ректора Рязанского государственного университета Андрея Минаева задержали в апреле. В отношении него возбуждены два уголовных дела за злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество в особо крупном размере. Как было установлено, руководство ВУЗа готовилось к государственной аккредитации. Стремление получить расположение проверяющих лиц из Рособранадзора и сыграло роковую роль. Руководство ВУЗа подготовило распоряжение о поощрении работников университета. На эти цели был выделен 1 миллион 200 тысяч рублей. Часть этих средств планировалось использовать на так называемые представительские расходы, организацию приема по случаю приезда комиссии. Свою вину Андрей Минаев не признал. Как прозвучало на последнем заседании суда, в ходе расследования он подтвердил, что выписал премию деканам, но на что потрачены деньги, не знает.